Дожидаться только не ледостава, а разрешенного времени теперь будут водители большегрузных автомобилей. В Иркутске ведут ограничения по проезду больших машин по центру и его окрестностям. С чем это связано и как будут действовать теперь водители, расскажет Иван Занько. Водители этих фур проезжают через Иркутск регулярно. Кто-то везет с востока страны автомобили, а кто-то доставляет продукты в Прибайкалье из соседних регионов. На этом небольшом пятачке шоферы отдыхают перед дальней дорогой, готовят машины к поездке и просто общаются. И возможно в ближайшее время стоянка станет для них местом еще более частых встреч. С 20 ноября въезд в столицу региона для транспортных средств с грузоподъемностью свыше 5 тонн будет закрыт в определенные часы. Такую новость дальнобойщики восприняли по-разному. Я вот там весь вечер езжу в начале захожу, поэтому все час пики мне стороной обходят. Утром я выгрузился, ваш час пик кончился, я поехал. Все, вечером, мне смысла нету, поэтому сейчас пик точно так как. Я лучше отстаюсь и ночью так же спокойно выеду. В Москве-то так же есть положение, выходишь, кто пропускание оформляет. Есть груз, поехали туда-туда. Вот заехал в Иркут, загрузился, поехал, допустим, в Бумудетом или что куда-нибудь. Так же сюда привез в Иркут. Приезжаешь, допустим, может в 8 утра приехал, а въезд закрытый, это стоять, ждать опять же. Это простое, это деньги, да? Да. Ну как-то, не знаю, хотя бы с грузом уже приехал, хотя бы пускали с грузом. Временное ограничение движения грузовых автомобилей по улицам Иркутска будет действовать утром с 7 до 10 часов, а также днем с 16 до 20.00. Такие меры приняты из-за того, что сейчас в столице региона проходят крупные дорожные работы, в том числе реконструкция путепровода на Джамбула. Кроме того, запрет проезда многотонников должен увеличить пропускную способность автомобильных магистралей города в часы пик. Поэтому здесь считаем, что это снизит общую транспортную нагрузку и позволит как-то все-таки наши большегрузы дисциплинировать и выстроить по одному времени движение. Они в этот момент будут где-то находиться? Да, сейчас рассматриваются две площадки для так называемого отстойного подъезда города Иркутска со стороны Ангарска и со стороны Шерехова. До 20 ноября еще время есть, поэтому сейчас в этом просьбе совместно с ГИБДД и Дорожной службой Иркутской области он прорабатывается. При этом запрет не коснется большегрузов, которые работают на содержании местных автомобильных дорог, автобусов, перевозящих людей, а также фур, доставляющие продукты, лекарства, различное топливо и почтовое отправление. Эксперимент по ограничению движения продлится до 1 декабря 2021 года. Иван Занько, Владимир Пинаев. Новости по будням.